Добрый день, меня зовут Гадель Маратович, моя фамилия Камалов, я руководитель кардиологического направления университетской клиники, я врач-кардиолог, и сегодня хотел бы обсудить с вами вопросы диагностики, предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Почему я хочу обсудить с вами эту проблему? Дело в том, что сердечно-сосудистые заболевания это одна из серьезнейших проблем современности, не только в нашей стране, но и во всем мире. Сердечно-сосудистые заболевания весьма распространены. Вот посмотрите, пожалуйста, я специально подготовил слайд, в котором показывается, каков процент населения имеет повышение артериального давления. И оказывается, что треть населения, мужчины, женщины, имеют высокие цифры артериального давления. Артериальное давление выше 140 миллиметров ртутного столба, 140 на 90 миллиметров ртутного столба является заболеванием. И мы видим с вами, что за последние 15 лет принципиально не изменилось, даже есть небольшое увеличение количества людей, страдающих гипертонией. То есть гипертония это сердечно-сосудистые заболевания номер один. Второе заболевание, которое является серьезнейшей проблемой, это ишемическая болезнь сердца. И опять же мы видим, что около 10 процентов населения имеют проявление ишемической болезни сердца. А одно из проявлений ишемической болезни сердца это инфаркт. Это смертельное заболевание, которое, к сожалению, достаточно распространено и при ненадлежащем лечении может привести, в общем-то, достаточно к фатальному результату. Вот, посмотрите, каким образом выглядит инфаркт миокарда в нашей республике. На самом деле эти цифры можно также представить, что и в России, во всех регионах России такие же показатели. И, к сожалению, около 2 процентов населения, взрослого населения, имеет в течение своей жизни инфаркт миокарда. Несколько чаще у мужчин, несколько реже у женщин. И вы видите, что за последние 15 лет, в общем-то, принципиально ничего не изменилось чуть больше, чуть меньше частота возникновения инфаркта миокарда. Еще одно заболевание, которое я хотел бы вам показать, это сахарный диабет. Представление, что сахарный диабет это заболевание, касающееся эндокринной системы. На самом деле сахарный диабет это заболевание, которое напрямую связано с сердечно-сосудистым заболеванием, поэтому на сегодняшний день мы считаем сахарный диабет сердечно-сосудистым заболеванием. И мы видим, что за последние 15 лет сахарный диабет стал возникать намного чаще, особенно у женщин. Конечно, это связано с тем, что появились приборы, которые позволяют измерять глюкозу. Но, к сожалению, есть и другие факторы увеличения количества людей, страдающих ожирением, неправильное питание. Все это факторы риска, которые приводят к развитию сахарного диабета. Что мы имеем в конечном итоге? Вот, посмотрите, какова смертность. Ну, смертность снизилась на 10% за последние 10 лет. Это очень хороший показатель. Это результаты говорят о том, что наше здравоохранение работает хорошо. В чем же проблема? Проблема заключается в том, что сердечно-сосудистые заболевания это основная причина смертности в нашей стране. И вот такой пирожок, структура смертности показывает, что 60% всех смертей обусловлено сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это инфаркт миокарда, это инсульты, это и сердечная недостаточность. И, к сожалению, вот эта проблема у нас до настоящего времени не решена. И мужчины, и женщины, к сожалению, чаще всего умирают от заболеваний сердца. Каким образом мы можем решить эту проблему? Мы можем проблему решить с помощью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И мы можем определить такие факторы, факторы риска их называют, которые непосредственно влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, есть факторы риска, на которые мы повлиять никак не сможем. Их называют неизменяемый фактор риска. Все прекрасно знают, что с возрастом вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. И действительно, мужчина, имеющий возраст старше 45 лет, или женщина в возрасте старше 55 лет, это дополнительный фактор риска. Пол мужчины страдает часто сердечно-сосудистыми заболеваниями, и поэтому, соответственно, это тоже фактор риска. И наверняка многие знают, что сердечно-сосудистые заболевания в большинстве своем имеют наследственную природу. Поэтому наследственность, ближайшие родственники, которые страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, у мужчин чуть помладше, у женщин чуть постарше, это дополнительные факторы риска. К сожалению, на них мы повлиять не можем. Мы можем повлиять на другие факторы риска, которые получили название изменяемые факторы риска. Причем среди них мы выделяем поведенческие факторы риска, которыми мы, конечно же, должны бороться. Курение, употребление табага – это классический вариант поведенческого фактора риска. Увеличение, только лишь прекращение курения приводит к тому, что сердечно-сосудистые заболевания, их показатели снижаются на 15-20%, а может быть даже и больше. Отсутствие физической активности, гиподинамия – это тоже фактор риска, на который мы можем повлиять, и именно отсутствие физической активности напрямую связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Питание, пристрастие к газированным напиткам, пристрастие к легкоусвояемым углеводам, увеличение количества соленых продуктов, много жиров, много калорий вкупе с отсутствием физической активности – вот это как раз нехороший фактор, которым мы тоже с вами должны бороться. Употребление алкоголя, большое количество алкоголя, нерациональное, ненормированное употребление алкоголя – это тоже является фактор риска. Другие факторы риска, мы их назвали метаболические факторы риска. Почему метаболические? Потому что они влияют на обмен веществ, и во многом связаны с обменом веществ. Мы с вами говорили, что 30% населения имеют повышение артериального давления. Это плохо, но дело в том, что сам факт повышения артериального давления напрямую связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. И инфаркт, о котором мы с вами говорили, и инсульты, и сердечная недостаточность, и преждевременная сердечно-сосудистая смерть. Эти все факты заболевания, они напрямую, в качестве первой причины, имеют повышение артериального давления. Каждые 5 мм повышенного артериального давления, это плюс 15-20% риска сердечно-сосудистых заболеваний, повышающихся смертности. Когда мы должны обращать внимание на артериальную гипертонию? Когда давление выше 140 на 90 мм крупного столба, это точка отсчета, для которой мы, конечно, должны с помощью немедикаментозных методов, физической активности, уменьшению употребления соли, а в некоторых случаях и с помощью лекарственных препаратов, снижать артериальное давление, чтобы не снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Мы с вами говорили про сахарный диабет, сахарный диабет – это бич современности, и действительно повышенный уровень сахара в крови, когда мы видим, что уровень сахара выше 7 мм на литр, этот показатель можно определить с помощью приборов, которые сейчас во многом уже во многих семьях имеются. Это тоже показатель, на котором мы должны следить, и если сахар крови повышается, или глюкоза, правильно ли говорить, крови повышается, надо бороться с этим показателем за счет диеты, а в некоторых случаях с помощью применения лекарственных препаратов. Следующий показатель, который тоже надо обсудить, – это уровень холестерина. Холестерин – это строительный материал для атеросклеротических бляшек, это те бляшки, которые перекрывают артерии, которые ответственны за развитие инфаркта миокарда. Избыточный вес и ожирение. На самом деле, вариантов ожирения существует достаточно много, бывает так называемый абдоминальный или брюшной тип ожирения, тогда, когда увеличивается в размерах живот, поэтому надо смотреть не только массу тела, но надо смотреть у пациентов, особенно которые имеют избыточную массу тела, смотреть окружность талии. Можно использовать обычный партняжный метр, и если этот показатель у мужчин больше 102 см, а у женщин больше 88 см, это так называемое абдоминальное ожирение, его называют иногда мужской тип ожирения, потому что чаще мужчины подвержены этой проблеме, которая тоже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает риск сердечно-сосудистых менеджеров. С этим тоже мы можем и должны бороться. Что может быть, если все эти… не соблюдаются факторы риска, или они имеются? Может повышаться риск, и понятно, что если люди имеют сердечно-сосудистые заболевания, они уже имеют ишемическую болезнь сердца, или они перенесли инсульт, или у них был сахарный диабет, или даже у них почечная недостаточность, это тоже, в общем-то, достаточно серьезное заболевание, то они относятся к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска. А если нет этих заболеваний, как быть? Насколько понять, здоровый человек имеет высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний или высокий? Надо ему какие-то профилактические мероприятия проводить или не надо проводить? Для этого существуют специальные таблицы. В мире и в Европе очень популярна таблица, которая получила название таблица SCORE, которые позволят понять, что же ждет любого человека, даже если у него нет сердечно-сосудистых заболеваний, в ближайшие 10 лет. Вы видите, что эта таблица выглядит таким образом. Есть таблица, рассчитанная для мужчин, для женщин. Пациенты курят или не курят. Вот он, пол, факт курения, уровень артериального давления, уровень холестерина. Ну и, конечно, возраст. Вы видите, что от 40 до 65 лет. Почему в этих пределах? Ну, потому что если человек имеет возраст младше 40 лет, то он априори, наверное, молод и имеет достаточно невысокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. А если он старше 65-70 и больше, то сам возраст говорит, что этот пациент находится в зоне высокого риска. А вот как быть со всеми остальными? Ну, давайте посмотрим простой пример. Вот возьмем мужчину, 40 лет, который курит, и который имеет уровень артериального давления, допустим, 160, и уровень холестерина где-то около 7 ммол на литр. То есть он имеет артериальное давление, хотя никогда не лечил его. Он имеет высокий уровень холестерина. И вы можете увидеть, что этот показатель у него колеблется, ну, в зависимости от цифр артериального давления, от нуля до 2%. То есть вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых смерти в течение 10 лет не превышает 2%. Ну, вы можете улыбнуться и сказать, что это не очень-то и много, собственно говоря. Но действительно, пациенты, которые имеют риск менее 5%, относятся к группе низкого риска. Действительно, это, в общем-то, достаточно благополучно. Но посмотрите, как изменяется цвет квадратиков на каждые 5 лет. Вот, посмотрели, 40 лет, он находится в зоне, например, желтого квадратика. А в 50 лет такой же человек, имеющий факт курения, имеющий повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина, уже попадает в оранжевый, красный и темно-бордовый квадратик. И оказывается, что этого пациента, который имел в 40 лет риск не более 2%, при тех же самых показателях, он курит, он имеет высокое давление и он имеет высокий уровень холестерина, этот показатель, процент риска, может увеличиться до 40%. Представляете, да? 2% трансформировалось в 40%. То есть, в конечном итоге, он с большой вероятностью погибнет от сердечно-сосудистого заболевания. Но посмотрите, как выглядит ситуация. Если он откажется от курения, то риск сердечно-сосудистой смертности снизится в 2 раза. 40% трансформировалось в 20%. Если он снизит артериальное давление, для этого можно использовать лекарственные препараты, риск тоже снизится. Если он снизит холестерин, риск снизится. Таким образом, я наглядно вам показываю, как можно риск сердечно-сосудистых заболеваний снизить только лишь за счет отказа от курения, снижения артериального давления и снижения уровня холестерина. Это и есть, собственно говоря, понятие первичной профилактики, когда у человека нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, но мы имеем доступные способы, чтобы снизить риск развития этих сердечно-сосудистых заболеваний и таким образом продлить жизнь любому человеку. Почему мы так много внимания уделяем холестерину, повышению артериальному давлению и другим факторам риска? Дело в том, что холестерин, я уже говорил об этом, является строительным материалом для атеросклеротического процесса. Вот на этой схеме как раз показано, как развивается атеросклероз от молодого возраста, от 20 лет. Вы видите, что просвет сосуда, вот он здесь практически не прокрыт, но в течение возраста происходит, соответственно, снижение этого просвета за счет увеличения размеров атеросклеротической бляшки. И в конечном итоге с возрастом, как правило, это бывает старше 40 лет, атеросклеротическая бляшка доходит до такого состояния, что она может лопнуть, разорваться. Это катастрофа для организма, потому что атеросклеротическая бляшка, когда лопается, она перекрывает просвет сосуда и возникает тромбоз. Когда говорят, тромб оторвался, это вот как раз атеросклеротическая бляшка, вероятнее всего, разорвалась, и образовался тромб, который перекрыл просвет сосуда. В этом случае, если это касается сосуда сердца, развивается инфаркт миокарда, страшнейшее заболевание, которое, если его не лечить, приводит к смерти. Поэтому, соответственно, мы, вероятнее всего, должны знать, что такое, собственно говоря, инфаркт миокарда и как он протекает. Основное клиническое проявление инфаркта миокарда – это интенсивная продолжительная боль за грудиной. Мы должны понимать, что инфаркт миокарда – это сердечно-сосудистая катастрофа. Это катастрофа для всего организма, поэтому это не просто боль, а это интенсивная боль на грани потери сознания, боль, которая сопровождается и сердцебиением, и удушьем, и головокружением. Некоторые люди даже от такой боли теряют сознание. Это продолжительная боль. Она разливается по всей грудной клетке. Вот боль, когда такая возникает, она может возникнуть и при физической нагрузке, она может возникнуть и при покое. Она как раз является первым признаком инфаркта миокарда. Поэтому очень важно обратить внимание на эту боль. А почему важно? Потому что чем раньше мы узнаем о существовании боли у такого пациента, у которого развивается инфаркт миокарда, тем раньше мы сможем вызвать скорую помощь, приедет скорая помощь, и чем раньше приедет скорая помощь, тем раньше он поступит в больницу, и мы можем восстановить кровоток по коронарной артерии. Поэтому, конечно же, мы ожидаем от любого человека возможность помочь человеку, у которого есть подозрение на инфаркт миокарда. Поэтому надо четко отдавать себе отчет, что если человек говорит, что ему плохо с сердцем, что у него боль, что нужно с ним делать? Конечно, надо его усадить в сидячие положения со спорой на спину, освободить от стесняющей одежды, дать доступ свежему воздуху, открыть форточку или окно в помещении, и спасительной может быть одна таблетка нитроглицерина. Или он бывает иногда в аэрозольном исполнении, у некоторых пациентов уже имеет такой препарат, и дать ему таблетку или протянуть одну дозу нитроглицерина. Не надо много, одной достаточно дозы, можно повторить через 5 минут еще раз. И для того, чтобы тромб не начал образовываться, надо дать пациенту обычную таблетку аспирина, дать разжевать ему таблетку аспирину, чтобы он начал быстро действовать, и, конечно, не мешкая вызывать скорую помощь, не отходить от этого пациента, ждать приезда скорой помощи, и, если есть возможность, подготовить какую-то медицинскую документацию, электрокардиограмму, измерить артериальное давление, для того, чтобы помочь бригаде скорой медицинской помощи вот информацией и тем пособиям, которые вы приняли в отношении этого пациента. А бригады скорой помощи приедут, они оценят эту боль, потому что боль, естественно, в грудной клетке может быть разнообразной, она не обязательно связана с инфарктом миокардом, это может быть совершенно невинное состояние, и, оценив эту боль, и сделав электрокардиограмму, а в некоторых случаях дополнительные лабораторные анализы, врачи скорой помощи поймут, что надо пациента везти в сосудистый центр. Причем это делается очень быстро в нашем городе и в нашей стране, очень быстро приезжает скорая помощь, буквально в течение 10 минут, для того, чтобы как раз быстро отправить пациента в сосудистый центр. Сосудистый центр — это там, где будут лечить инфаркт миокарда. Дело в том, что лечение инфаркта миокарда во всем мире и в нашей стране, в том числе и в нашей республике, оно идет по одному и тому же алгоритму. Что в Европе, что в Северной Америке, что в Японии, что в России, в Татарстане, везде одинаково. Суть этого лечения заключается в том, что надо максимально быстро понять, насколько рядом находятся специализированные центры, которые могут лечить инфаркт миокарда. Если они находятся рядом, а в нашем городе 4 таких сосудистых центра, это университетская клиника, это межрегиональный клиникодиагностический центр МКДЦ, республиканская клиническая больница, 7-я городская больница. Если эта клиника рядом, то скорая помощь очень быстро везет пациента в этот сосудистый центр. Если же инфаркт миокарда развивается за пределами возможности доехать до этот сосудистый центр, то бригада скорой медицинской помощи принимает решение о необходимости введения лекарственного препарата, который растворяет этот тромб. А в сосудистых клиниках проводят специальное хирургическое вмешательство, которое восстанавливает проходимость коронарных артерий. Мы тоже с вами об этом будем говорить. Поэтому скорая помощь уже в течение 10 минут знает, что и делать. Или ввести в специализированный центр, или самостоятельно проводить лечение. Почему быстро? Потому что чем быстрее мы восстановим проходимость сосудов сердца, тем меньше вероятность того, что сосуды миокард, сердечные мышцы, погибнет без кровоснабжения. Возникнет в конечном итоге замещение рубцовой тканью. И вот скорая помощь пациента, принимая решение, что сосудистый центр находится рядом, приводят в приемное отделение медсанчасти. Там ждет бригада. Есть и врачи, и средний медперсонал, и младший медперсонал, которые уже оповещены скорой помощью о том, что везут пациента с инфарктом миокарда. У них все на готове. В некоторых случаях они уже получают информацию, вплоть до того, что электрокардиограмму от скорой помощи, и знают, какие лечебные мероприятия, какие лекарственные препараты ввела, использовала бригаду скорой помощи, и привозят в приемный покой. И здесь уже быстро достаточно подтверждается диагноз, опять же, электрокардиограмма при необходимости, лабораторные анализы, может быть, еще какие-то дополнительные методы исследования. Бригада встречает и принимает решение о дальнейшем лечении. О дальнейшем лечении в сосудистом центре необходимо восстановить кровоток в закупоренной артерии сердца. Для этого используются такие вот каркасы металлические, видите, они достаточно маленькие, они получили название стенд. Этот стенд вводится в сосуд сердца, раздувается там и разрывает тромб. Это выглядит примерно вот так вот, да. То есть берется, вводится, раздувается с помощью баллончика и фиксируется в виде каркаса, и восстанавливается проходимость сосудов сердца. Кровоток восстанавливается, и сердечные мышцы начинают получать кровоснабжение. Таким образом, в идеале инфаркт совсем не развивается, ну или минимальные повреждения. Вот так выглядит картинка больного с инфарктом миокарда во время проведения коронароангиографии. Это так называется процедура, когда изучается сосуды сердца. И увидите, что вот на близком ко мне рисунке стрелочкой красной показано, что просвет сосуда сужен. Это как раз тот самый тромб. А на втором снимке мы видим, что вот этого белого пятнышка его уже нет. То есть тромб разрушен, и в это место поставлен стенд. Вот таким вот образом восстанавливается проходимость сосудов сердца, и пациент спасается от смерти, в общем-то, по большому счету. Кто эту работу будет делать? Эту работу делает бригада ангиографистов, эндохирургов они называются. Эта бригада 24 часа в сутки ждет, когда привезут больного с инфарктом миокарда. Именно они ответственны за проведение коронарографии, то есть исследование сосудов сердца, и введение вот этого стента, который спасает пациента от инфаркта миокарда. Дальше пациент, после того, как ему восстановили кровоснабжение, отправляется в отделение кардиологии. Там тоже 24 часа в сутки, два отделения кардиологии. Бригада, вы видите, что это и молодые, и взрослые врачи, они все ждут больного, продолжают дальнейшее лечение. Они снижают уровень артериального давления, нормализуют сахар, снижают уровень холестерина и так далее, и так далее. И второе отделение номер два, у нас два таких кардиологических отделения, которые в дальнейшем продолжают бороться за жизнь пациента. Иногда возникает ситуация, что сосуд не получается восстановить проходимость, стенд не встает или этих поражений слишком много, тогда у нас вступают в свою работу кардиохирурги. Они восстанавливают проходимость сосудов сердца с помощью аортокоронарного шунтирования. И вот бригада хирургов, которые тоже постоянно дежурят, ждет этих пациентов, вмешиваются в случае необходимости. Вы видите, что на всех этапах помощи пациенту с инфарктом миокарда огромное количество врачей в отлично оснащенных отделениях борются с инфарктом миокарда и борются с последствиями инфаркта миокарда. Вот наши больницы нашего города, и мы видим здесь и республиканские больницы, в медсанчасти, в набережных Челнах, тоже такие же сосудистые центры. А у нас РКБ, больница скорой медицинской помощи, 7 больница, МКДЦ, медсанчасть КФУ. И вот так вот по всему городу, я вот как раз показал, каким образом располагается больница, вы видите, что весь город охвачен. Это как раз нужно для того, чтобы в любой участок города могла приехать скорая помощь и быстро-быстро привезти из любого района больного с инфарктом миокарда в сосудистый центр. Вот таким вот образом мы можем лечить инфаркт миокарда. Эта работа ведется на протяжении последних 10 лет, и мы видим, как много стало больных. Вы видите, вот голубые столбики, какое количество больных с инфарктом миокарда за это год, за это время госпитализированы в республике. Больше 5000 человек, и все больше, больше с каждым годом. А вот за счет хорошей работы, слаженной работы кардиологических служб, красная графика показывает, как снижается смертность от инфаркта миокарда. Вы видите, что за последние десятилетия в нашей республике смертность снизилась практически в два раза. Вот это результат той напряженной работы, которой каждый день, каждую минуту ведут врачи, кардиологи в специализированных сосудистых центрах. А вот эта картинка показывает, как смертность уменьшилась у нас в университетской клинике. Мы видим, что за 10 лет смертность не то, что в два раза, а в четыре раза смертность снизилась. Это результат слаженной работы профессиональной команды, оборудования, опыта, технологий. Поэтому, соответственно, на сегодняшний день, конечно, университетская клиника по показателям смертности от инфаркта миокарда соответствует лучшим европейским клиникам для лечения инфаркта миокарда. Поэтому мы можем гордиться этим показателем. Вот таким-то образом мы лечим инфаркт миокарда. Но мы с вами должны сделать все, чтобы инфаркта миокарда не было, и нам нужно провести ряд мероприятий, которые бы предотвращали инфаркт миокарда, предотвращали любые сердечно-сосудистые события. Вот мы должны бороться с факторами риска, и на что мы должны обратить внимание. Конечно, мы должны знать, какой у нас уровень артериального давления. Всегда следить за уровнем артериального давления. Если уровень артериального давления выше 140 на 90, необходимо обратиться к кардиологу, для того, чтобы было назначено лечение. В некоторых случаях можно обойтись без лекарств, но только кардиолог вам это скажет. А в некоторых случаях нужно постоянно принимать препараты, которые снижают артериальное давление. Во-вторых, конечно же, надо следить за уровнем холестерина, который как раз ответственный за развитие атеросклеротического процесса. Если этот показатель более 6 ммол на литр, это лабораторный показатель, тоже надо обратиться к кардиологу, для того, чтобы обсудили вы с ним, какие лекарственные препараты и как применять. Следующий показатель – это уровень глюкозы. Вы тоже его можете определить или в лабораториях, или самостоятельно. И если этот показатель высок, более 7 ммол на литр, это признаки сахарного диабета, нужно обратиться и к эндокринологу, и к кардиологу, для того, чтобы снизить сахар, для того, чтобы лечить сахарный диабет, и тем самым предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Надо следить за массой тела, надо измерять окружность талии. Если у мужчин окружность талии более 102 см, у женщин 88 см, значит, надо больше двигаться, надо исправлять питание. Это достаточно серьезная, конечно, проблема, но кардиологи нашей клиники вам помогут обсудить эти проблемы и понять, каким образом можно уменьшить массу тела, увеличить физическую активность. И, безусловно, конечно, лица, которые курят, должны отказаться от этой пагубной привычки. Не курить ни при каких условиях. Необходимо ограничить до минимума употребление алкоголя, ограничить употребление сладких газированных напитков, которые ответственны за увеличение массы тела и дальнейшее неблагоприятное развитие ситуации. Побольше есть свежих фруктов, потому что свежие фрукты ответственны за то, чтобы предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Вы видите достаточно нехитрые мероприятия. Если непонятно, можно обсудить с кардиологами нашей клиники. Эти мероприятия необходимо проводить, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и остаться здоровым. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова